Они думали вообще, что это гром, гроза, как они мне сказали. Взрывы начались, все их не пропустили, отправили через Красноярск. Нина Дуброва ждет из столицы дочку с внуками и пересказывает их телефонный разговор. Говорит, пассажиры думали, дело в разбушевавшейся стихии. Поезд прибывает с другой, непривычной стороны, на вторые пути, чтобы не было задержек из-за того, что один поезд ждет, когда линию освободит другой. Это 113-й поезд на Новосибирск. Он уходит примерно через полчаса и пойдет по тому же измененному маршруту. Работники вокзала также рассказали, что вполне возможно, что вечерний московский рейс также изменит свой привычный маршрут. Все зависит исключительно от обстановки в Ачинске. Пассажиры задержанного рейса говорят, паники, считай, не было. К тому же развернули рейс ночью. Люди недовольны только тем, что информацию до них довели не сразу. Ее пассажиры искали сами. В интернете. Долго они могли понять, что происходит? Да, около часа. Сначала думали, что какой-то пожар по пути происходит. Думали, связанным с теми пожарами, которые уже в течение нескольких недель, месяцев происходят. Вот из-за этого. Но потом мы объяснили, что на самом деле взрывы произошли в складах. Начало бомбить хорошенько. Так потряхивало поезд. Поехали другим путем. Дети немножко попищали, пять минут и все. Дальше поехали. Ничего страшного такого не было. Сотрудники ЖД говорят, сами ждали точную информацию от спецслужб. Точно сказать, сколько поездам придется ездить в объезд через станцию Саянская, минуя привычные остановки Ачинск-Назарова, пока нельзя. Даяна Евелисон, Григорий Сараев, Нотабене.